Люди, которые говорят, что есть две половинки, родственные души, и они должны сойтись. Это бредятельно полное вообще. Этот человек так оправдывает свое желание бросить жену. Родственной душой ему кажется та женщина, которой он может наслаждаться. Вот пошло наслаждение от какого-то родственной души. Все, есть мужики, которым почти все женщины нравятся. Вот он смотрит, ему все почти нравятся. Что, все родственные души, что ли? Да мне не надо вот это все объяснять. Это просто, ну, это есть такое понятие, бред силой кобылы. Я не буду бред каждой силой кобылы разбирать на этой лекции. Понятно? Вы меня спросили, есть это или нет. Я вам говорю, что есть закон судьбы. Есть притяжение двух людей, да. То есть человек притягивается к другому человеку, потому что такова воля Бога. Это Бог открывает чистоту сердца другого человека, допустим, мне. И я чувствую этого человека. Если я не женатый человек, тогда это ощущение к другому человеку и желание его иметь рядом с собой является нормальным. Но если я женатый человек, то открытие сердец людей вокруг меня для меня не должно значить желание наслаждаться с этим человеком. Я могу испытывать счастье в беседе с этим человеком, советовать ему что-то. Но желать наслаждаться его телом я не имею права. Хоть испытываю я наслаждение от него, хоть нет. Если человек хочет наслаждаться незаконно другим человеком, то для этого нужно что-то придумать. Самый лучший способ это сказать. Что вот мы с тобой не родственные души жили, а с этим человеком родственные души. Я просто знаю таких лекторов, которые так говорят. Потом они те, с которыми родственные души опять бросают. И потом новые родственные души появляются. Потом следующие. Так никогда ничего не заканчивается. Это означает, что человек просто этой фразой оправдывает свое желание наслаждаться незаконными отношениями с женщиной. Все. Нет, не вы, а вот сидит внизу. Да, вы вставайте, а к вам подойдет микрофончик. Пока мы собираемся. Спасибо, хороший вопрос. Насчет вторых половинок, родственных душ, кармических браков и некармических браков. Олег Геннадьевич, еще раз напомню вам, что всегда, когда создаются отношения, это отношения держит Бог людей между собой. Сами люди не могут соединить друг друга. Это ниточки вот эти держатся Богом. Это все происходит, потому что Бог видит, что люди могут друг другу помочь в их судьбе. Ну, то есть, другими словами, если судьбы похожи у людей, Бог их соединяет. Если к тебе приклеится человек, а у тебя уже есть близкий человек, это не то, что угодно Богу. Это злые силы так действуют. Они тоже могут людей соединять. Итак, если Бог вас соединил, это значит, что вы будете испытывать с этим человеком не только счастье, а также страдания. Потому что цель Бога вас соединить не только, чтобы вы балдели друг от друга, а также, чтобы вы были наказаны за то, чтобы сделать плохого в прошлом. Поэтому все браки, которые существуют на этом земле, все кармические, и все люди, которые встречаются вместе, являются половинками друг от друга на время. На время, понимаете? Не то, что вот вечно есть две половинки, если они не встретились, значит, все плохо. А если встретились, значит, у них будет вечное счастье. Это бред. У нас есть только одна половинка, с которой у нас будет вечное счастье. Это Господь. Запомнили? Господь Бог. И мы вечно идем к Нему, ищем Его. Все остальные люди временно с нами будут вместе. Они не являются нашими половинками. Они просто на время нам даны судьбой. Все. Эта философия описана Священным Писанием, то, что я говорю. Все остальное — это выдумки людей. Вот если спросить, откуда ты это взял, пришла в интернет информация. Понимаете, это очень важно, когда в интернет приходит информация. На самом деле, вся информация, которая идет в интернет, — это все небесная информация. Вот кто-то взял в интернет, написал как бы сплетню какую-то. Это небесная информация, надо этому всему верить. Смешно? Смешно, ну это я говорю. Надо верить только Священным Писаниям. Вот то, что Священное Писание написано, там не написано, что есть две половинки. Такого нигде я не встречал. Это выдумки людей, которые хотят оправдать свое желание бросить жену. Все.